Президент США Джо Байден отреагировал на отчёт Министерства труда США об индексе потребительских цен, в котором речь идёт о высокой инфляции. И напомнил, что борьба с ростом стоимости товаров и услуг – главный экономический приоритет. Вина же подорожания энергоносителей и продуктов, по мнению Байдена, лежит на путинской России. «Путинское повышение цен сильно ударило в мае здесь и по всему миру. Высокие цены на бензин на заправках, цены на энергоносители и продукты питания составили около половины ежемесячного роста цен. А цены на бензин на бензоколонках во многих местах выросли на два доллара за галлон с тех пор, как российские войска начали угрожать Украине». Чтобы помочь американцам бороться с ценами, Байден призвал Конгресс принять необходимые законы. «Я призываю Конгресс принять законопроект о сокращении расходов на перевозки в этом месяце и передать его мне на одобрение, чтобы мы могли снизить цены на товары. Я призываю Конгресс принять закон о сокращении для семей расходов, таких как счета за электроэнергию и отпускаемые по рецепту лекарства». Джо Байден, президент США. Ранее министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что рост цен в стране достиг 40-летнего максимума. В мае Соединенные Штаты столкнулись с неприемлемым уровнем инфляции. В марте годовая инфляция в США достигла рекордных показателей – 7,9%. «В настоящее время мы сталкиваемся с макроэкономическими проблемами, включая неприемлемый уровень инфляции, а также препятствия, связанные с перебоями поставок, вызванными влиянием пандемии, последствиями нарушения поставок на рынки нефти и продовольствия в результате войны России в Украине». Джанет Йеллен, министр финансов США. Инфляция, как самая главная угроза мировой экономики, существовала и до 24 февраля, говорит эксперт Сергей Фурса. Она возникла из-за того, что и в США, и в Европе включили печатный станок для борьбы с пандемией коронавируса и ее последствиями. «Сейчас действительно инфляция получила дополнительный драйвер ускорения, если можно так сказать. Из-за войны у нас идет дополнительный рост цен на бензин, потому что есть рост цен на нефть, и дополнительный рост цен на продовольствие. Таким образом, война усиливает те инфляционные процессы, которые были, но война не является причиной той рекордной инфляции, которую мы видим». Попытки защитить экономику от воздействия западных санкций правительство России в четверг добавило более 550 миллиардов рублей, 9,5 миллиардов долларов в свой чрезвычайный резервный фонд. Говоря о вливании денег, правительство РФ обозначило, что это делается для обеспечения стабильности экономического развития в условиях внешних ограничений. Однако инфляционные процессы в стране все равно будут только нарастать, считает экономист. «Добавляет ли сейчас санкционное давление инфляции? Да, добавляет. Потому что в России де-факто изолировано. Изолированность России приводит к дефицитам определенных товаров и разрывам очень многих производственных цепочек. И это, конечно, тоже стимулирует инфляционные процессы». На данный момент базовые прогнозы аналитиков говорят, что инфляция в мире замедляется, но не так быстро, как хотелось бы, и сохраняется риск глобального экономического кризиса. «Если война Путина против Украины не станет черным лебедем и не приведет к глобальному финансовому кризису, а теоретически такое возможно, то мир продолжит рост. Пока что есть большой риск, что мир свернет с дороги роста в период стагфляции. То есть, когда у вас экономика стагнирует, а цены растут высокими темпами». Сергей Фурса уверен, что экономику Украины в 2022-м ждет падение ВВП на уровне 45%, а ее восстановление возможно только после завершения боевых действий. Наталья Белокуда и Евгений Кармазин специально для информационного марафона «Фридом» телеканала Юэй.